подведем итог по поводу молочных продуктов если вам очень-очень хочется съесть чего-то молочного ну вот хочется, помираю, не могу или чего-то мясного, или булочку с дрожжами или я не знаю, там банку варенья если чего-то очень хочется съесть лучше съешьте этого немножко с удовольствием не коряя себя, ах я такая-секая, как же это не хорошо чего же это я делаю лучше съешьте это с удовольствием чем мучиться от того, что хочется и нельзя или мучиться от того, что ем, но нельзя почему? есть такой замечательный фильм, обязательно его посмотрите тоже в ютюбе, называется «Живая матрица. наука исцеления». Живая матрица, черточка, наука исцеления и еще один фильм «Великая тайна воды». В обоих этих фильмах очень даже научным образом объясняется, каким образом процессы волновые, происходящие влияют на физические объекты, влияют на физические объекты. И в частности, в фильме «Великая тайна воды» описаны два очень интересных события. Событие первое. Одного монаха во времена инквизиции обвинили в сотрудничестве с дьяволом, ну там девичьей, молитвами. Посадили его на несколько месяцев на хлеб, на воду, причем вода была протухшая, хлеб был загасневелый. Посадили его в тюрьму, каменный мешок. И вот, когда он пристал перед судом Великой Инквизиции, он выглядел очень даже здоровым, таким убитым вполне, все поразились, как же так. Давали хлеб да воду, и очень малое количество, и он должен был вообще там загнуться давно. И его спросили, как он мог выжить, если бы не помогал дьявол. Сказал, мне помогал Господь, я произносил над водой хлебом Божье имя и молитву благодарности за то, что Бог мне давал, и вода становилась чистой, и эффект становился вкусным. А другая история, ну его сожгли, естественно, потому что сказали, что Бог такого делать не может, и того может делать только дьявол. Как-то такое интересное. Ко мне как-то пришла женщина, там в Израиле, христианка, у нее там все болело, все болело, все болело, и мы с ней поговорили, я ее там попросила чего-то представить, о чем-то подумать, там положила, подышала, и ей стало существенно легче. На следующую встречу она не пришла, и я там через третьи руки, в общем, как-то встретила, выяснила у ее мужа, почему она не пришла. Замечательная была причина, потому что я творю чудеса, хотя я ничего не делала. Это она делала, я просто ее просила подумать то или это, у нее от этого проходили боли, она делала, я ничего не делала. Значит, я творю чудеса, и при этом я не христианка. Чудеса может творить только Господь, а раз я не христианка и творю чудеса, значит все от дьявола. На костерах я, на костерах я, на костерах я, на костерах я шею. 21-й век, я упал. Ну, в общем. Так вот, фанатизм всегда печален, очень печален. Второй эпизод, описанный, по-моему, тоже в одном из этих фильмов, то ли «Великая тайна воды», то ли «Живая матрица», по-моему, «Великая тайна воды», когда английское судно в начале, в конце 19-го века потерпело крушение и две недели в лодочке плавало по волнам там 12 человек. И все выжили. Когда они выжили, их ужасно мучила жажда. Соленая вода океанская, ведь нельзя. В какой-то момент они просто начали бредить. Они стали вспоминать, как выглядит зеленоватая речная или озерная вода. Они стали ее описывать друг дружке. У них просто начался буквально такой бред. Они малились о том, чтобы пошел видо, чтобы вода стала сладкой, чтобы можно было пить. Они очень хотели пить. И в какой-то момент капитан наглонился за бом лодки и увидел, что вода из голубой океанской стала зеленой. Он зачерпнул эту воду, она оказалась крестной. То есть вокруг их лодки вода оказалась пресной. Можно к этому относиться как к научной фантастике, можно к этому относиться как к вымыслу. А можно вспомнить про филиппинских хиллеров. Все, наверное, слышали, да? Которые без ножа оперируют. Ну, раньше все встречали шарлатан и шарлатан. А сейчас есть ультразвуковое исследование. И довольно много сейчас записей в ютюбе можно посмотреть тоже. И статей тоже на эту тему. Когда под ультразвуковым аппаратом видно, как он действительно погружает руку в тело и действительно оттуда чего-то вытаскивает. Вот уже как бы техника подтвердила. Ничего не сделаешь. Как это происходит? Почему у этих филиппинцев, у них вот эта специальность передается от отца к матери, от отца к сыну. Внутри родов есть специальная группа людей. Вот они там это передают, а другие никто не умеет. Как это получается? Почему? Потому что они верят, что можно подышать, подышать и внутрь человеческого тела вставить руку и чего-то оттуда вытаскивать. Если бы они верили, что можно летать там или ходить по воде, вот если бы с поколения в поколение кто-нибудь однажды пошел по воде и потом бы все остальные знали, что это возможно, все бы остальные тоже хотели по воде. То есть ничего не поделаешь. Наука под названием квантовая физика подтверждает, что то, что нас окружает, это только то, о чем мы думаем, во что мы верим. Здесь в чем, собственно, парадокс квантовой физики? Кто знает? Самый большой парадокс квантовой физики? Материя не существует. А что существует? Энергия. Совершенно верно. То есть кванк, он и частица и волна одновременно, волна это энергия, да? Но он может быть и частицей, он может стать материей, при этом оставаясь волной. То есть вот этот дуализм квантовой физики, то есть что это значит? Это значит, что если у меня в руке яблоко, оно частица, оно может быть одновременно, как у меня уже яблоко, у меня в руке и вдруг оказаться у вас в руке, оставаясь при этом у меня в руке тоже. То есть иметь свойство волны. Это очень трудно себе представить, не надо сейчас этим ломать голову, но самый главный продукт заключается в том, что квант ведет себя так, как от него ожидает наблюдающий. То есть в квантовой физике наблюдающий человек, который ставит эксперимент, является непременной частью самого эксперимента, то есть он как бы воздействует на сам эксперимент, просто тем, что он наблюдает. Если за квантами наблюдают, они становятся частицами, а если за ними никто не наблюдает, они становятся волнами. Дальше следует вопрос, кто наблюдает за наблюдателями. Ну да, совершенно верно. Поэтому мы, живущие в материальном мире, поверившие, что мир материальный и привыкшие к тому, что сквозь стенку руку не проведешь, вот нашей мысли, стенка твердая, частица, сквозь нее руку не проведешь. Если появится кто-то, чья мысль будет гораздо более сильной, чем мысль всех вас здесь сидящих, и он действительно будет 100% уверен, что это волна, он проведет руку сквозь стенку. Стенка будет просто голограмма. Почему это рассказывает относительно нашего питания? Если мы знаем и верим, что вот то, что мы едим, оно нам хорошо, оно нам хорошо. Как только появляется кто-то, говорит, вы знаете, вам это плохо. Уверенность в том, что вам это хорошо, уже исчезает. Как только возникает вопрос, исчезает уверенность, плохо, хорошее действительно может стать плохим. Поэтому, когда мне говорят, ну смотрите, мы же столько лет ели мясо и молоко, а болели гораздо меньше. Я говорю, да, это действительно так. Теперь вы продолжаете есть мясо и молоко, а болеете гораздо больше. И почему? Не только потому, что там нас карли таблеткой, и мы живем в постоянном стрессе. Но еще и потому, что есть люди, которые пришли и сказали, а вы знаете, что мясо и молоко пишут вредно? Да мне это глупости какие. Но это все равно засело в подковке. И поэтому то, во что мы верим, или то, во что мы не верим, и влияет на наше здоровье. Фактически сейчас я вам заложила некую программу. Вы теперь видите молочные продукты из моей вселенной, так как я это вижу. И можете выбирать оставаться в вашей вселенной и переходить в мою вселенную. Но если вы выбираете остаться в вашей вселенной и продолжать кушать молочные продукты, тогда действительно делайте это с большим удовольствием, не думая о том, за что вы платите, как страдают коровы, и сколько всякой химической дряни вы в себя вносите. Если у вас это получится, приятного аппетита. То есть на самом деле, в вашей группе я этого не сделала, потому что более-менее вижу состав и понимаю, кто чем живет. А когда я читаю другого контингента группы и говорю о питании, я всегда делаю такую вещь. Я советую это вам тоже, которые будут сейчас пропагандировать здоровый образ жизни. Я всегда делаю такую вещь. Я говорю, ребята, те из вас, кто совершенно точно знают, что не откажутся ни от мясного, ни от молочного. Совершенно точно знают, которым не важно, что я сейчас скажу, они точно знают, что не откажутся. Пожалуйста, встаньте и выйдите. Здоровее будете. Лучше вам не знать ту информацию, которую я дам, чем вы знать ее будете. Кушать продолжать будете. Чувствовать станет себя гораздо хуже. Потому что все равно все зависит от нашего мышления. И теперь продолжим еще чуть-чуть разговор о питании. Но очень хороший вопрос. Как понять, что тело хочет и чего тело не хочет? В этот момент мы возвращаемся к пищевым аллергиям, так называемым. Что такое пищевая аллергия? Человек чего-то ел, 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 только хоп, не может это есть. Вот можно сказать, что у меня пищевая аллергия вообще на все, кроме орехов и фруктов. Живот пучит, там, болит, там, пищевый высыпается. И при этом я называю себя совершенно здоровым человеком. Ребята, пищевая аллергия – это не заболевание. Это нормальная реакция организма на то, что сейчас ему не подходит. Это милая, живая лошадка. Это не комбайн по перерапутке мусорных отходов. Не надо в него бросать, что попало. И если вы чего-то съели, и у вас потом тяжело в желудке, или у вас потом болит голова, или у вас потом нехорошая отрыжка, или у вас потом во рту кислая, горькая, я не знаю чего, или у вас потом запор, или у вас потом понос, или у вас потом газы, не надо бегать к доктору и просить от этого таблетку. Не надо это кушать, оно вам просто не подходит. И детей не надо кормить всем подряд. И приходите к врачу, ой, вы знаете, вот мой ребенок, он заболел, вот он совсем не может кушать яйца, у него это яйцы. Так не кормите его яйцами, они ему не подходят. Рамбам сказал, еда должна быть лекарством, а не лекарство должно становиться едой. Мы же в мире с лекарством стали едой. Ну вот тут я еще не стала, ко мне еще очень пожилые люди не приходили, вот сейчас тут начинается, где он поток, я так понимаю, приедет. А в Израиле ко мне приходили пожилые люди, то есть так вот, после 65 и дальше, с вот таким списком лекарств, и они приходили просто для того, чтобы перестать питаться лекарствами, потому что это становилось завтраком, обедом и ужином, в безумии. На самом деле вопрос, как правильно детям подобрать питание, как самому себе правильно подобрать питание, элементарное внимание к проявлениям вот этой вот лошадки. А у детей, у маленьких, еще проще, вот у кого есть маленькие детки, сделайте такую вещь. Разложите на стане все, что вы обычно дома готовите. Понемножку, небольшими порциями. И все, что вы обычно покупаете, фрукты, овощи, ну вот все, что дома есть, маленькими порциями, разложите на стане. И посмотрите, и не трогайте ребенка, не трогайте его целый день. Не морочите ему голову, ты голодный, иди поешь. Посмотрите, что первое щенит со стороны. В чем все говорят, все говорят, и щенит сладости, и щенит сладости. Ничего подобного. Если это действительно маленький ребенок, если это ребенок где-то до 7 лет, сладости первыми не исчезнут. Если это ребенок хрупкого телосложения, быстрый, шустрый, со скоростью к сухости кожи, с тонкими губками, с крючевыми волосиками, с волнистыми, сладости исчезнут первыми очень хорошо, и пусть он кушает сладости, ему это полезно, ему это надо. А если ребенок кругленький, пухленький, то скорее всего со стола первыми исчезнут какие-нибудь соленые огурчики. А то, чего ребенок говорит, что он не хочет, не надо его этим корвить вообще. То есть детский организм, чем менее он зашлакован, чем менее он засорен, чем менее он запуган мамой, пребывающей в истерике, или бабушкой пребывающей в истерике, что ребенок умрет от голода, детский организм сам точно знает, когда, что и сколько ему нужно. Не мучайте ваших детей. Покажите им холодильник, покажите, где еда, ребенок проголодается, он сам придет к маме и скажет, кушать хочу. Даже если это мясо или молочные продукты. Если ребенок чувствует, что ему нужно мясо и молочные продукты, пусть он их ест. То есть смотрите, вот я знаю два типа семей, где родители решили перейти на веганство. Есть тип семей, где папа с мамой абсолютно уверены, вот четко уверены, что молоко и мясо для детей плохо, и для взрослых плохо, и для всех плохо. Никакие безумные бабушки и возмущенные тети их с пути сбить не могут. И с детским садиком они эту проблему решают просто. Значит, есть, ну в Зарайле, по крайней мере, есть веганские детские садики, или они дают детям с собой в виду в детский садик, там не просто мама сидит дома, и ребенок с отечественных линей, и они вообще без разговоров не спрашивают детей ни о чем, переводят детей на веганство, в доме ничего молочного, мясного нет, ходим в гости, это тебе нельзя. Дети себя чувствуют прекрасно, никто ничего не жалуется, никто ничего не просит, все замечательно. Есть семьи, где, ну как же, ребенку же нужен белок. Ну мы взрослые, у нас уже сформировавшийся организм. Да, мы понимаем, но с другой стороны. И в этих семьях попытки перевезти детей на веганство кончается очень плохо. Дети начинают болеть. Или там какие-нибудь безумные рост веки, которые давят, как паровой коток, из-под тяжка подсовывают ребенку, там, какую-нибудь куриную ножку, или стаканчик молока, а то бедненький, тебя папа с мамой мучают. Вот так, естественно, дети будут болеть, и будут чувствовать кормить танцы. На мясо они потом сами все решают. И у меня есть очень хорошая друзья, там украина. Они очень много лет, наверное, 30 минимум, они веганцы, то есть когда им еще было по 17 лет, ну не 30, а 25 лет. Бог есть когда. И они жили очень много в Индии, и дети у них родились, и дети были тоже абсолютно веганцами, приехали в Израиль, и старшая девочка, которая на тот момент была 15, сказала, «Хочу быть как все, здесь едят мясное и молочное». Я хочу есть мясное и молочное, и никто ничего не запрещал. И она стала есть это мясное и молочное, да, и ее так вот разнесло, потом там она как-то регулировала себе диету, она поела это мясное и молочное, вот, побыла как все, а потом сказала, так все, я все поняла, мне это неинтересно, и на этом все закончилось. Не надо вести никого железной рукой к счастью. И еще один пример, тоже вот у меня там из Израиля одна из моих девочек, которые на курс ходили, ученица моя, она пока со мной не познакомилась, она ела все подряд, курила травку, вот такая худенькая, стройненькая, шустренькая, массажистка, все было хорошо. Познакомилась со мной, срочно решила просветляться. И стала не просто веганкой, а воинствующей веганкой. То есть она возненавидела внутренней ненавистью всех, кто мучает животных. И стала, значит, их всех душить в зародыше и нести пропаганду из цвета с обвинениями, типа, как ты вообще можешь? Ну, в общем-то, жестко. И ее вот так разнесло, хотя она перешла только на овощи и фрукты, вот так вот растал, таким шариком, таким. И у нее тучи всякие болячки, какие-то грибки, сталь, наверное, какие-то черт-те что. Хотя кушать она стала, как бы правильно. Но постойка, поскольку на психологическом уровне то, что ею двигало, это была обида, возмущение и ненависть, результат оказался отрицательным. То есть то, что мы едим, должно согласовываться с тем, как мы думаем. А если это маленькие дети, то должны согласовываться с их интуицией, их собственной, они свое тело еще знают и понимают. Соответственно, вопрос о том, как сбросить вес или как набрать вес, он очень стыкуется с тем, как мы думаем, о чем мы думаем. Вот, ну, наверняка все слышали аюрведа, аюрведа, да? Наука о том, как правильно жить, аюр – это знание, аюр – это жизнь, веда – это знание. Так вот, у нас существуют различные типы человеческого телосложения и различные звукокровки. И вот эти различные типы человеческого телосложения почему-то упорно пытаются подгонять себя под обложки глянцевых журналов с фотошопными красавицами. Ребята, если человек изначально имеет структуру воздуха, или ваты, это по-русски, он может сажать целый холодильник, он все равно останется худым, как палка. Ничего с ним не будет, он будет на такой вот прозрачным. И весом набирать не будет. А для того, чтобы набрать вес, ему нужно не кушать больше, а успокоить свою вату, избыток энергии, которая заставляет его быть вот таким вот худым, с текущимися, ломающимися волосами, со скрипящими суставами, с сухой кожей, и с избытком нервного возбуждения. Вот если он будет успокаивать спаду, он будет носить одежду теплых тонов, он будет регулярно в баню ходить, он будет медитировать, он будет, причем лучше медитировать в движении, потому что сидеть он все равно не может, такой человек, у него шило в одном месте. Вот, он будет постараться, чтобы было всегда тепло, он не будет находиться в тех местах, где очень шумно, он не будет работать на той работе, где можно быстро на что-то реагировать. Естественным образом, не заботясь особенно о питании, он немножко наберет вес, он останется худеньким, но он не будет тощим. И с другой стороны, если человек относится к типу капха, то есть жижа, капха это земля и вода вместе, эти люди от природы они такие полу-кушечки, густые, красивые волосы, у них красивые ровные зубы, у них большие глаза с длинными ресницами, у них такая маслянистая, гладкая кожа, они все такие кругленькие, такие, приятненькие. Вот, если этот человек хочет не полнеть, то ему, соответственно, он может вообще ничего не сделать, он может только воздухом питаться, но если он будет неподвижно сидеть, уставившись в одну точку, и если он будет очень сильно заботиться о деньгах, складывая, складывая в кубышку и переживая, что уж не хватает, если он будет очень сильно складывать туда же еще и убитый, эту кубышку, потому что они очень убежаются, и если у него не будет достаточно секса, этот человек будет полнеть, будет просто расти как на дрожат, хотя в общем-то ничего и не есть. так что касается регуляции веса, это опять же психологический момент. У меня есть знакомый, он тоже, я говорю, занимается правильным питанием, живет в Москве, к нему обратилась женщина, просила помочь ей похудеть, сказала, доктор, но я ничего делать не буду, помогите мне, но я ничего делать не буду. Он ей помог, знаете, что он сделал? он ей распечатал на большом таком листе А4, написал диета и закатал в целлофанах. И еще дал ей такую вот пачку листочков маленьких, на одних было написано жир, на других было написано вес. Значит, с этим листком диета, она должна была ходить все время в сумке, и если она куда-то садилась, она должна была достать этот лист, лицом вверх где написано диета, положить на стул и сесть на этот лист. И что она делала? Она регулярно сидела на диете. А жир, она должна была каждый день по небольшой пачке листочков выжигать на свечке. Написано жир, и она каждый день сжигала жир. А вес она регулярно сбрасывала из балкона. что вы думаете? Она таки похудела? Таки да? Она действительно за два месяца похудела. У него на 12 кг. А? Модру бумаги, да. Да? Модру бумаги, да. И у меня была такая же пациентка, я, правда, ей не давала листочек сидеть на диете. Она ко мне пришла, и она не сказала, что я ничего не буду делать, она сказала, что она будет делать все. Но у нее не было вообще никакой мотивации. Она такая круглая, белая, такая рыжая, зеленоглазая, мягкая, пышная. А муж у нее такой, как спичка, черный-черный. И он обожал вот это все мягкое, круглое. Вот так вот. И пусть о том, что она похудеет, помогила его ужас. Он просто не мог на нее наглядеться. И ей вообще само было хорошо. Мне просто делали дырку в голове ее подруги, посмотри, уже возраст, посмотри, как ты выглядишь, похудей, похудей. Ну, я ей там сказала, что надо это кушать, это не кушать, это делать, это не делать, там, чистку организма, все-все-все-все-все мы расписали. И помимо того, я сказала, что в комплексе с тем, что вы делаете, каждый день, да, мы посчитали, насколько она хочет похудеть, мы разделили эти килограммы на количество времени, за которое она хочет похудеть, и получилось, что, собственно говоря, ей надо в день сбрасывать грамм по 200 регулярно, каждый день. Ерунда. Вот так можно. Вот я сказала, что помимо всего почвы, вы каждый день еще становитесь перед зеркалом, вспоминайте о чем-нибудь очень хорошем, что у вас было на этот момент прекрасное настроение, поблизительно себя скажите, оп, а у меня еще 200 грамм сошло. Чем-нибудь не на весы становитесь, а вот перед зеркалом, а взвешиваться только в конце недели. И через 2 недели прийти ко мне. Она пришла ко мне через 2 недели, я говорю, ну что, папа у нас чистка организма, я уже все купила для этого. Я говорю, так, понятно. А как у нас с изменением питания? Ой, понимаете, тут были праздники, праздники, а потом были дни рождения, дни рождения, все было так вкусно. Я говорю, так, понятно. А как у нас занятиями спорта, ой, а вы знаете, я так и дозвонилась вот до этого тренера, которого вы мне сказали, ну вы знаете, я уже похудела на 6 килограмм. Действительно, ну видно, его живот сошел. Держи, ну прекрасно, я очень за вас рада, как вы сделали это. Говорит, а я по несколько раз здесь стою, с передеркалом, у меня опс, а у меня уже 200 грамм отвалилось, и представлено, как из меня отваливаются упаковки масла. По 200 грамм. Таки да, она тоже похудела. Так что, ничего не поделаешь? Все-таки не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Окей. Какой у нас там был еще вопрос к питанию? А по поводу группы крови, смотрите, это все относится вот к той же опере, что то, что организму подходит, он сам почувствует. Питание по группам крови, это хорошее, правильное питание, питание пою, ледя хорошее, правильное питание, любое хорошее, правильное питание, если вы с ним морально согласны. Если вы с ним морально не согласны, ничего вам не поможет. Я, предположим, я была морально согласна с тем, чтобы я кушала там вареные супчики всякие. Но я знала, что в процессе изменения сознания будет меняться также и вибрация организма, и вареная пища в какой-то момент мне перестанет подходить. То есть морально-то я была согласна, но информация у меня уже была о том, что в какой-то момент это мне не подойдет. И в итоге эта информация сыграла свою роль, и в какой-то момент мне это перестало подходить. То есть мы живем в дуальном мире. Нельзя сказать, что есть однозначный рецепт, вот подумала, так и случилось. Мы живем в среде, среда на нас тоже влияет. Поэтому старайтесь не применять к себе и к окружающим никаких экстремистских мер. просто будьте мягкими, внимательными, счастливыми, спокойными, а дальше оно все само произойдет. Честное слово. А почему нет травки? А? Травки почему нет? Потому что, да, потому что травы и корниколды и там капуста всякая это то, что убили. Фрукты и орехи дерево отдает само. А травы и корниколды это то, что убили. В нем содержится энергия убийства живого, с болью. Вот. Про питание еще немножечко, буквально пару слов. Сейчас очень-очень модными стали различные пищевые добавки. Хорошо это или плохо? Опять же, ответ очень простой. Если мы верим в то, что там находится в этой коробочке, оно нам хорошо, оно нам однозначно будет очень даже хорошо. Но даже если мы в это не верим, но нас этим кормит, там, скажем, любящая мама или любящая дочка или еще кто-то, которая, да, верит в то, что нам от этого будет хорошо, а нам все равно. Нам от этого будет хорошо. То есть, мысли любящих нас людей относительно нашего здоровья непосредственно влияют на наше здоровье. Мысли мамы о состоянии здоровья ее ребенка будут формировать здоровье ее ребенка. даже если мы сами не верим, что это хорошо. Если мы активно не верим и сопротивляемся, хорошо ли мы? Нет. А если нам, в принципе, все равно, ну, сказали пить, мы пьем. Ну, доктор или сестра или мама или кто-то знает и верит, что это хорошо, оно нам будет хорошо. Просто есть та ситуация, когда бабушка ну, не там мясо, ну, что-то дает, и осень, и ты просто не можешь сказать, потому что ты чувствуешь, что это очень из души происходит. Совершенно верно. Если бабушка отдает всего сердца и свято верит, что ребенку от этого будет хорошо, чем вызывать конфликты, ребенок сам потом уберется. У меня есть родные люди там в Израиле, у них было близнецов. Мальчики близнецы по погодке, ну, по погодке, и однояйцевые близнецы совершенно одинаковые. И вот один из них решил, что он будет веганом, а второй любит мясо. Мама там абсолютно веган, папа мясо не ест, но молочное все еще ест. Вот, и тут у них такая получается смешанная семья. Для сына покупают мясное, папа ест молочное, мама и второй сын ничего животного не едят вообще. Очень интересно наблюдать за этими детьми. Тот, который веган, он психологически больше связан с папой, а тот, который ест мясо, он психологически больше связан с мамой. Хотя на физическом уровне тот, значит, решил остаться, который больше связан с мамой, решил остаться мясоедом и молочное есть, а тот, который другой, он, который с папой связан, он стал таким, как мама, таким, как я. При этом папа там сейчас в тяжелом психологическом состоянии, очень тяжелом, он лезет на нервах, на антидепрессантах и прочее, и прочее. И этот ребенок, хотя выглядит он внешне, сейчас гораздо лучше своего брата, не спутаешь. Брать вот эти щечки, такая попка, тут уже начало расти такой. А этот, как положено, выглядит детям в 11 лет. Он поджарный, он шустрый, быстро, такой очень красивый, ему очень хорошая, гладкая кожа. Вообще, все думают, что он девочка, у него роскошные, блондинистые волосы, светлые, вот такие. Ходит художник, музыкант. Вот. И тем не менее, физически, он чувствует себя плохо, он задыхается, во всеми какие-то насморки ангиной. Почему? Он ловит папиную энергию. А тот, который кушает мяску и молочную, он, наоборот, вот там мама была долго в тяжелом психологическом состоянии, чтобы они поменялись. Вот. И когда мама вышла из этого состояния, ребенок сразу забыстрелил от всех своих болячек. Он не знает, что такое ангин, он не знает, что такое больное горло, у него ничего не болит, он прекрасно себя чувствует, но внешне, да, он так потяжелее, покрупнее, пополнее своего брата, ростом чуть-чуть стал пониже. Вот. Но психофизически чувствует он себя очень хорошо, потому что мама, с которой он вот так вот связан в очень хорошем состоянии. То есть, ребята, еда очень важна для нашего здоровья, но она не является первопричиной нашего здоровья ни коим образом. Поэтому очень-очень модные тренды сейчас по поводу того, чего есть, чего не есть. Сколько есть, сколько не есть, скобницей, скобницей, с высчитыванием, они просто уводят вас от самого основного. Я же вот так, как я думаю. Да, несомненно, антибиотики внутри мяса и яиц, гормоны внутри мяса и яиц очень плохо на нас сказываются. Однозначно, они несут информацию болезней. Вот этой информации никуда не денешься. но если на уровне сознания ты здоров, ты будешь кушать эту информацию болезни и будешь ее стирать. Если на уровне сознания ты болен, естественная информация о болезни будет усиливать твое болезненное психологическое состояние. Окей. Более-менее разобрались с едой. мы говорили здоровый пасовночник, мы говорили дыхание, с дыханием будем не разобрались, мы говорили питание, с питанием будем не разобрались. теперь мы переходим в движение. Движение это очень интересно. Вот кто-нибудь видел, а, да, много народу руки поднимали, видели мое видео в интернете, которое я начинаю вообще с истории простейки. Простейки и прокопчик, да? я очень быстро сейчас повторю, просто чтобы напомнить. Одной из основных причин того, что мы живем с больной спиной, с больными плечами, и тут все болит, там на топтерше, и здесь косточки и прочее, кроме психологических причин, является еще и тот факт, что мы живем в античеловеческой среде. Что такое античеловеческая среда? Кто знает, сколько мышц в ступне? Приблизите. Ну, просто цифры, кто больше, кто больше. 26. Правильно? Вот. То есть, смотрите, в нашей ступне огромное количество мелкой мускулатуры. И вот в интернете есть всякие видео с девушкой-художницей, которая вообще от рождения нет рук. И она ногами делает абсолютно все точно так же, как она это делает руками. Делала бы руками. Видели, наверное, это видео? Нет. То есть, наши ступни суперподвижны. И каждый пальчик на нашей ступне суперподвижен. Зачем же природа это так сложно устраивала, если все, что нам надо, это ходить в уровне по ровной поверхности. Потому что в природе ровной поверхности не существует вообще. И опух у нас на золдах не растет. Есть такая замечательная книга называется «Послание с другого края света». Это книга о том, как женщина прожила некоторое время, довольно долго, европейская женщина довольно долго прожила с аборигенами во стране. Так, как они. То есть, босиком и голышом по пустыне по колючкам. Это книга «Экстрим». Я не знаю, правда ли это, неправда ли это, вымышленное ли, все там вымышленное, какая-то часть вымышленная. Неважно, потому что послание, которое эта книга несет, оно очень хорошее. Послание, почитайте, вам будет интересно. Называется «Послание с другого края света». Оно, кстати, на латышском есть. Илон, мило так говорила название на латышском. Да, я в той же поставленной сайта очень неправильно. Вчера я решила «Экстрим». Так вот, там она описывает, как она босиком шла по пустыне раскаленной по всем этим колючкам и как постепенно какой-то был ужас вначале, там все ноги были изранены и как постепенно там образовалась плотная подошва и никакого времени не надо было. То есть наша ступня создана для того, чтобы обнимать неровную поверхность, чтобы ходить по неровной поверхности. если мы ходим по неровной поверхности, что получается? Получается, что мы постоянно должны как-то держать равновесие и у нас все вот это перемещается и весь вот этот аппарат, он весь работает. Все мышцы двигаются, то есть начиная от ступней идет движение аж до макушки. И тогда у нас естественно ничего, не болит, никакие мышцы не сжимаются. Но в нашем этом мире мы так не живем. У нас обувь на пластмассовую ровной, негнущейся подошве и ходим мы по асфальтированной поверхности. Вот там вот за окошком асфальт, когда мы сюда ехали, были булажники. Еще буквально 80 лет тому назад большинство улиц были вывозьены булыжниками, кровенькими вот этими. И ходили по ним в сапогах или в туфликах на гибкой кожаной подошве или максимум там вальтках с галушами резиновыми. Что сие означает? Означает, что нога все равно обнимала вот эти вот выпуклости. И поэтому где-то 80 лет назад люди не знали, что такое больные колени, что такое больная плесница и что такое там всякие натоптыши. А сейчас когда появился асфальт, пластик, мы трясли с наружной поверхностью. поэтому достаточно, что у вас вот посмотрите на вашу обувь, достаточно увидеть, что у вас вот здесь вот каблучок стирается сильнее, чем вся остальная обувь. Вот это вот место. Вот там. Значит, те, у кого там стирается сильно очень, а вот здесь практически не стирается, имейте в виду, вам срочно нужно сделать стель. Потому что это означает, что ваша нога совсем не приспособлена, как у большинства людей, ходить по ровной поверхности. Еле-еле 20% людей могут ходить по ровной поверхности без особого вреда для себя, и то не очень долго. А большинство людей не могут, потому что у них небо завышенной свод ступни. И, соответственно, нога вот этой поверхности выступает на что-то, а здесь в воздухе висит. Человеку, чтобы не упасть назад, приходится делать очень интересную вещь. Вот сейчас мы кого-нибудь найдем завышенную, кто знает, что у него завышенный подъем, висит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! и, 合 cases above Biller, немножко болезная, да, набрижена? Ну, скажем так, не болезная, но набрижена. Кто поздравый тебя в погоде? Кто? В нем? Нет. И вот здесь тоже набрижена, да? И вот тут вот у нас идет большой фрагив. А теперь давайте экспериментируем. Попробуйте немножко убрать строги, нет, наоборот, смотри на меня, не вот так, а вот так. Так, немножко уберем в гибр, немножко расстанавливаем плечики, убираем в гибр. Знаешь, что я делала? Опа, и вы идете назад. Представьте так, как мы стояли. Так она и падает. То есть, если я прошу встать по-человечески, убрать их праги, и вы стояли, как браный солдат на плацу, она сразу падает. Представьте, что я сделала. Становитесь вот на это. Ну, видите, пошли. Так. Ага, выделяете прогиб. О, ну, кстати, сам не ломбался. Честно, существенно. И расслабляйте плечики. Глазки на лупо, поехали. Ну, и давайте, вот, теперь станьте с вашим прогибом. Вот, 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 вот. Останьте здесь, делайте прогиб. Да? Плечики на кокосы. Интересно, да? Да. Так, забывайте. Теперь идите сюда в телевизм плоскоступие. Кто значит телевизм плоскоступие? Плоская ступня. Или в камне? Там можно. Да. Видите? Тут чуть-чуть подругой. И плечики тоже немножко вперёд есть, но стоит она как-то вот так, зажав по верху, напряжены, животик наше вперёд, плечики вот так. Если она так стоит, она стоит устойчиво. А сейчас я попрошу его подтянуть вот эти мышцы на тряпчке на животик. И плечики раскрыть. Расслабить и расслабить. И животик подтянуть. И тут ножки чуть-чуть расширять. И коленки чуть-чуть расслабить, потому что мы здесь настоятельно. Ну-па! Я умеетела. Теперь стоите, пожалуйста. Теперь встаньте, пожалуйста, встаньте вот таким вот образом. Встаньте, пожалуйста, встаньте. А вот теперь встаньте в животик. И стоите, можно вдумать и стоять. А через слово вы будете как обычно стоять? Пока что все осталось неудобно. Потому что мы так и возражались. Да. Юлий демон. Спасибо. Смотрите. Эти люди, они с рождением… Такая форма, встаньте с рождением. Они привыкли стоять таким образом, что вот это все натяжено, вот это все натяжено и вот это все натяжено. И они считают, что так и быть должен. То есть люди, которые делают себе стельки, корректирующие не ступню, ступню нельзя корректировать, то есть не разделись, а стельки, корректирующие ваше распределение веса по ступне. Так вот люди, которые делают себе такие стельки, говорят «А-а-а, так это же у меня, кажется, всю жизнь и все панела!» Потому что когда ты становишься расслабленной, правильно, удобной, ты вдруг понимаешь, что же ты на себе таскал, как у черепашей панцины. Так что подарок, который вы можете сделать вашему организму, который живет в нечеловеческих условиях, это стельки. Стельки – это не протезы, это не костыни. Мне одна девушка, занимающаяся йогой, сказала «Я не буду делать стельки, потому что тело должно приспосабливаться к естественным условиям». Я сказала «Правильно, тогда иди, живи босиком в джунглях Амазонии, будут тебе естественные условия, и тело к ним приспособится». Но сейчас-то у нас тела в неестественных условиях. Обувь и асфальт – это неестественно. Значит, в любой обуви есть неестественные стельки, которые сделаны для какой-то стандартной ступни, которая есть в высоких процентах населения и тот трудов, которые как-то могут жить на ровной поверхности. У большинства ступня очень индивидуальна и стандартная. Поэтому есть красивая обувь, из которой можно вытащить ее родную стенку и вставить туда вашу приготовленную стельку. Я нашла в Риге место, где делают хорошие стельки, правильные, потому что они бывают разные. Сейчас я посмотрю, если заработала моя машинка, эта самая. Она платит тебе, но я просто зарядиться не могла. Добрый человек, помогут? Смотрите. Смотрите. Стельки, которые сверху, они жесткие. Они гораздо дешевле, чем нижние гибкие стельки. Они на жесткой основе, они очень неудобные. Стельки должны быть удобными. Стельки, как я вам сказала, это не испанский сапожок, а не костыли. Это то, что вам должно сделать хорошо для всего организма. Поэтому, когда будете выбирать стельки, нужно выбирать такие, как внизу, мягкие, гибкие, которые можно перекладывать из обуви и обувь, и стельках должно быть удобно сразу. Как наступил, сразу удобно. И когда вы пойдете к мастеру, он будет снимать вам мерку. Естественно, что перед тем, как снимать мерку, вам надо будет ножку подготовить, потому что те вот из вас, кто сейчас поднимался на сцену, потрогайте вашу ножку, она у вас, ступня, она у вас напряжена. Она болит вся. Почему? Потому что из-за неправильного распределения веса, она спазмированная. Если взять размер с такой ступни, стелька будет подготовлена под спазмированную ногу. И в такой стельке, в таких стельках будет неудобно ходить. Поэтому очень многие люди мне говорят, а я сделала стельки. Я говорю, ну где они? В шкафу. Почему? А потому что неудобно. Естественно. Почему мастера об этом не предупреждают, не знаю. Здесь очень много вопросов, так относящихся к медицине, где я не знаю, почему они об этом не предупреждают. Кстати, самый жуткий вопрос в медицине, где я не знаю, почему меня об этом негде не упреждали, это вопрос родов. Вот, это просто потрясающе. Кто-нибудь ко мне говорит, отойдите мне и ваш душ, дайте ко мне, пожалуйста. Делайте, пожалуйста, вот так. Вот смотрите по поводу родов. Это крестец, да? Вот это я. Это кости таза. Когда головка младенца проходит здесь, просто исходя из строения нашего черепа, ой, нашего таза, оно должно вот так и вот так открываться, как цветочек. Если женщина вот на этом лежит, как оно может открыться? Спасибо большое. Мало того, ребята, это такой вот матка с младенцем, это мешок с горловиной. Значит, если мы хотим что-то из мешка вытрясти, мы как это будем делать? Тут у нас есть мешок, да? Ну как будем трясти? Вот так или вот так? Вот так. Как можно додуматься укладывать роженицу на спину? Ребенок должен выходить свободно, просто из-за силы притяжения земли. Вот так вот встала, покрутилась, покрутилась, за что-нибудь подержалась, вдохнула, выдохнула, стерила простынку, чтобы не по-моему ударился. И все природа не рассчитывала на то, что женщина должна рожать внуков детей своих. Это в этой замечательной книге было написано, когда, значит, знали из рая его, внуков рожать будешь. Я таки знаю, как он это устроил, он изобрел врачей. В шридаче никаких причин нет. Ну правда, ну это естественный физиологический процесс. Вот, так что очень много всяких неестественных вещей. Еще одно совершенно античеловеческое устройство, это унитаз. Вот, посмотрите, какая замечательная картинка. Видите, как чудесно сидит этот темнокожий товарищ. С темночкой тоже чудесно сидит. А в книжке анатомии, где было написано, как, значит, сидеть на корточках, нарисован вот такой вот европейский, значит, он уже сидит вот так. Потому что вот так вот, мало кто может сесть в моем возрасте. Но сидем и не занимались. Проэкспериментируйте дома, кто из вас сможет сесть, вот, чтобы вся ступня была на полу, чтобы коленки у вас касались груди, и вот так вот посидеть. Колени будут болеть, спина будет тянуть. Гореностопный сустав, спасибо. Гореностопный сустав будет негибкий, и вообще будете падать назад. А на востоке все так сидят. Тем путешествовало по Индии много. И в состоянии старики, они сидят вдоль дороги, вот так вот, в глубокой медитации, часа. И ничего с ними не происходит. И в Монголии тоже. Вот так же. И никакие колени у них не болят, и никакая спина у них не болит. Почему? По одной простой причине. Вот по этой, которая там в нижнем правом углу. Это лучший друг человечества. Называется очком. Потому что, когда мы сидим вот на этом, у нас все правильно функционирует. Если у нас была травма копчика, о которой мы сейчас тоже два слова скажем, то во время такого сидения, просто в результате дефекации, в результате того, что кал проходит по прямой кишке, и выпрямляя, выдавливаясь оттуда, выпрямляет копчик, расслабляется спина. Все расслабляется. Минимум, если это мужчина, минимум раз в день, а если это женщина, то несколько раз в день приходится сидеть вот так вот подогнувшие коленки к самому рождении. Поэтому гибкость коленных суставов, гибкость тазобедренных суставов, все сохраняется. Никаких заборов, никаких геморроек. Всего-то от вот такого сидения, природа умная, природа рассчитала наше тело таким образом, что мы можем совершать совершенно невероятные вещи. Вот это человеческое тело, оно это может. Мы вот такое получаемое трактение, природа рассчитала так, чтобы мы были здоровыми. Естественно, если делать все против природы, естественно, что мы будем болеть. Так что решение для вас, для домашних условий, как сражаться с врагом человечества под названием унитаз. Если у вас есть маленькие дети, приучите их забираться на него с ногами. И пусть это делают всегда, в суде, вне зависимости от того, до каких размеров они дорастут. Если это не маленькие дети, это вы, и вы уже не можете залезть на него с ногами, сидеть там комфортно, никуда не падать, то хотя бы сделайте себе вот такую вот скамеечку. Видите? Такая их приступочка, толкает. Это скамеечка. Она садится садится вот таким вот образом. И ножки вот сюда. Хотя бы так, то есть делаем из дерева приступочку такую, чтобы у ней была дырка, чтобы надеть на вот эту вот унитазную ножку. И вот так сидим. Хотя бы так, и то лучше. Постепенно, постепенно, конечно, идеально занять правильную позицию. еще одно античеловеческое изобретение. Это мы сейчас все здорово подвоночником снимаем. И еще одно античеловеческое изобретение под названием ортопедический матрас. Знаете, почему матрас называется ортопедическим? Ну, какой матрас называется ортопедическим? Ортопедический называется матрас, который сохраняет форму тела, да, во всех рекламах. Там все очень красивые рекламки, когда лежит такая полуобнаженная, изящная девушка, и у нее нарисован такой позвоночник, и матрас повторяет структуру позвоночника, потом очень повторяет структуру матраса, все повторяет структуру ее тела, безумно красивая картинка. Ребята, ортопедические матрасы придуманы специально, чтобы у врачей-ортопедов было больше работы. Поэтому и называются ортопедическими. Давайте думать логически. Ночью, когда мы спим, мы расслаблены. Да? Ну, здесь человек теряет сознание, он такой, мешок вартушек. Ночью, когда мы спим, мы абсолютно расслаблены. Тело мягкое, как медуза. Если положить такое тело на ровную поверхность, которая не будет проседать от тяжести нашего тела, что произойдет с позвоночником? Бутылка. Естественно. И даже если в течение дня какие-то позвонки куда-то сдвинулись, они встанут на свое законное место. Да, естественно. Если у нас целый день был стресс, и мы примечались вот такие все зажатые, и уснуть долго не могли, ворочаясь сбоку-набок, и вместо 7-6-7 часов, или 7-8 часов, кстати, дуально, проспали еле-еле пять, то за ночь мы не расслабимся. Мы такие еще посыпались периодически, за ночь мы не расслабимся, мы такие и останемся, скухожими встанем, как будто на спалку кладили. Но если все-таки мы поделали дыхательные упражнения, мы успокоились, мы выпили чаек с умеряночкой перед сном, тоже очень полезное дело, не капли, а именно чай. Вообще, умерянка и сода это самое полезное вообще, что может только быть для любого человека в нашем мире. Поговорим о том, это сода и умерянка, причем валерьянка опять же не капли, а чай травмом заваленной коренью, потому что капли они со спиртом. Валерьянка должна расслаблять мышцы, расширять сосуды, а спирт наоборот сжимает, сужает и напрягает. Как можно соединить эти два вещества? Поэтому капли валерьянки не только кошек с ума сходят, но и людей тоже. А вот одна валерьянка это очень хорошо и сода. Она предупреждает процессы закисления, ну, в общем-то, отдельно сдавалась о соде. Так вот, если мы пришли с работы, подышали, расслабились и по спинам на ровной поверхности, что вы все обсуждаете. Что вы все обсуждаете? Вы обсуждаете, говорят, раньше бы я не скучала, потому что я не веду лекцию, вместе со мной еще минимум 30 лет назад. Все вопросы еще... Вот прямо сейчас будет время задавать вопросы. и все вопросы. Так вот. Так вот. Пришли, легли, поспали, отдохнули, за ночь тело подчинилось к 2 часам ровным. Пришли, легли на матрас, который принимает форму тела. Что у нас получается? Это тяжелое, это тяжелое, это тяжелое. Значит, оно будет проседать. Чтобы голова и на этом не заваливалась назад, мы положим подушку. И будет у нас вот так. Кто утром встанет больной спиной? Нижний или вверхный? Естественно, нижний. Не мешаем? Видно? Естественно, нижний. Он крючком ниже. Причем, не важно, вы будете лежать на боку, вы будете лежать на спине, это неважно, как вы будете лежать. Вы встанете, вот так. Как вы легли спать, собственно говоря. И что же может нам помочь? Идеальный матрас это вот тот матрас, в котором написано ватный матрас. Это то, чего в вагонах сейчас только в передах можно найти. Это идеальная штука. Это самое лучшее, что может быть. Вот это на доску или на пол. Он идеальный, потому что он с хлопком внутри, он хлопковый, он не набирает статического электричества, очень полезный. И не проседает, и с другой стороны, нет ощущения, что спишь на доске. Таких матрасов сейчас не найти. Найти вот такие вот. Где? Почему я это сделала? Не важно. Найти вот такие вот матрасы, которые внизу, на котором написано про локаличного усменивания. То есть вот из такого материала матрасы, или Илона где-то нашла время, где они делаются. Кто захочет такие матрасы, спросите Илону, она вам скажет, подскажет. Естественно, что эти матрасы можно сделать любой толщины, заказать, какой вы хотите. Если у вас кровать супер-дупер, не знаю, играть здесь толщиной, можно сделать матрас, который называется сэндвич. То есть у вас в середине обычный поролон, а сверху и снизу по 3 сантиметра вот такого поролона 3 или 5 сантиметров. Можно просто 5-сантиметровый вот такой вот поролон, а не 3-сантиметровый в зависимости от веса вашего тела. Такие матрасы нельзя класть на уже мягкую поверхность, потому что мягкая поверхность все равно будет проседать. То есть доска и на доску вот такой матрас. И ваших детей приучайте спать либо на нескольких слоях одеял шерстяных, либо вот на таком матрасе. Есть еще очень хорошие матрасы с кокосовой стружкой внутри, по тому же принципу. Мне сейчас что-то еще говорили про плечишный матрас, я не знаю, не видела, ничего ответить не могу. Короче говоря, очень просто. Тот матрас, на который, когда вы ложитесь на бочок, на котором, когда вы ложитесь на бочок, кто-нибудь проводит пальчиком по вашему позвоночнику, и позвоночник идет параллельно матрасу, этот матрас правильный и хороший. А если позвоночник начинает повторять форму изгиба вашего тела, этот матрас неправильный и нехороший. Значит, подарите себе правильный и хороший матрас. Это тоже очень облегчит жизнь вам и сохранит здоровую спинку и здоровый ровный позвоночник вашим деткам. Два момента. Люди, у которых травмирован копчик и люди, у которых свернут до планков позвонок, то есть это два звонка. Купчик находится вот здесь, а там позвонок это у нас что надет черепа. Это самое первое позвонок. В позвоночнике его не видно, потому что он внутри черепа. Вот те люди, у которых забит копчик, вывихнут в результате падения. Сегодня мы ехали, я видела бедную девушку, скользнулась, упала прямо на это место, и копчик явно вывезло со 100%. А так как она явно не будет сидеть на унитазе в такой вот позиции, то так же самый копчик и останется. И, соответственно, через какое-то время постольку-постольку все мышцы и связки, как у нас видно на рисунке, связаны с копчиком, через какое-то время здесь отсчет структура с пазмом. И у них будет сильно болеть спина, заветные суставы, и потом в колени пойдет из-за копчика. Этим людям будет крайне неудобно спать на ровной жесткой поверхности. Они будут лежать вот так. У них будет эта часть все время прогибаться. И почему? Потому что проблема с копчиком. Копчик загнулся, обратно не разогнулся. Вот те, кто у меня проходил процедуру, знают чувство, как было до и как стало после. Люди, которые не могут лежать без подушки, у них ощущение, что голова заваливается назад, это люди, у которых либо в результате омарии, травмы, либо в результате вот этих вот античеловеческих родов вывихнут атлантов позвонок. Он смещён. В результате этого перекашивается тоже всё тело. Это на зрение влияет, это влияет на слух, это влияет на сильную асимметрию в лицах, это влияет на разницу плеч, это создаёт сколиоз, смещённый атлантов позвонок. Очень много проблем создаётся. Значит, если не может лежать без подушки, смещён атлантов. Что же нам делать и как же нам быть? Вот я вам обещала подарки сегодня. Сейчас мы будем учиться звукам вправлять себе хвостик и вправлять себе атлант. Что можно? По времени происходит. хвостик и хвостик. Вот это у нас есть два варианта. У нас есть вариант такой. Послушайте меня. У нас есть вариант либо сейчас учиться звукам вправлять себе атлант и хвостик, тогда и шанс что мы не успеем ответить на скопившийся вопрос. Второй вариант ответить сейчас на скопившиеся вопросы и на следующей нашей встрече вы спросите у Илона когда это будет всю встречу посвятить именно работе со звуком. Это будет фактически как семинар. То есть я вас включу лучше как лучше да. Я тоже так демонстрация это надо. А? Демонстрация? Ну давай ну давай сна можно на вас что я сейчас проверяю? Я проверяю на месте ли ее хвостик то есть я сейчас пройдусь по всему хвостику если она не скажет ай-яй-яй то есть хвостик и на месте ай-яй-яй ну неприятно неприятно окей что я сейчас То, что я сейчас чувствую, я чувствую, как у меня под пальчик, то я буквально делаю вот так, вон там червячок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Essentially, DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Беспglhard shine Мы желаем вам вечер Субтитры создавал DimaTorzok Бесплитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И расслабьте горнышко, и вот отсюда. Ага, вот, почувствуй сразу волна пошла. Ага, вот, почувствуй. Долгая н. Даже у меня копчик, я первый. Вот, помените 3-4 раза в день, ближайшие пять недель, и сидите на этой подушке, и у вас копчик будет здоровый. Атлантида уже отельная история решили, чтобы сейчас так не будет? Спасибо. Спасибо вам большое. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Окей. Ну что, вопросы? Да. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, пока у нас была проблема с копчиком и что спать на животе. Что вы рассказываете на счет? Очень хорошо. Можете продолжать спокойно спать на животе, потому что неважно на чем вы лежите на жесткой поверхности, на боку, на животе, или на спине. Вот я специально работаю и демонстрирую это. То есть я ложусь на живот, на жесткую поверхность, все это проводится, но я здесь успею. Все, ну, красава. Ложусь на мягкую поверхность, и нужно все делать, опа. Живот проваливается. Да. Скажите о воде. Что, где, как, пицца. Вы хотите уточнить свой вопрос как-то? О воде можно очень много, очень много рассказывать. Я не очень давно в Латвии, я вот помню, что когда я приехала сюда почти 30 лет тому назад, вода была гораздо хуже. Она была просто ужасная. Я еще приехала из Ташкента, в Ташкенте вода с гор, она очень вкусная, она сладкая. И я здесь ужасно страдала, я не могла пить просто воду, мне обязательно надо было какой-то компот или что-нибудь, потому что вода была очень противная. А сейчас, вероятно, сделали какие-то более хорошие фильтры, какую-то более хорошую очистку, потому что сейчас по вкусу вода немножко приятнее. Но, в принципе, в принципе, любая вода, с которой вы входите в общение, если вы хотите, чтобы она была максимально вам полезна, делайте очень простую вещь. Можете даже не касаться самого стакана руками, а просто посмотрите на этот стакан и несколько раз произнесите, и я люблю тебя. Если вы не можете почувствовать, что вы любите эту воду, значит, думайте про ваших родных, любимых людей, но думайте про них хороших. То есть просто говорите, я люблю тебя. Говорите, я благодарю тебя. Говорите, как хорошо, как красиво. То есть мысленно несколько раз повторите эти слова. Можете даже долго такой эксперимент произвести, чтобы вы поняли, насколько изменится вода, не говоря уже о том, что у них действительно будет другой вкус. Но тут человек может сказать, окей, самогнушение. Но вы можете произвести такой эксперимент, который профессор Эмма Томасару производил. Возьмите три баночки. Наполните все три баночки наполовину водой и насыпьте немножко риса туда, ну, скажем, чтобы вода чуть-чуть покрывала рис. Обычно белый рис. Поставьте эти баночки в одинаковые условия, но уже далеко друг от друга. Одной баночке подходите к несколько раз в день и стоя перед ней думайте, какая ты красивая, какая ты хорошая, я тебя люблю, большое тебе спасибо, солнышко там, радость. Вторую банку ругайте. Так, качественно. Я вам советую сначала подходить к банке, которую вы будете ругать, а потом подходить к банке, которую вы будете полючивать, чтобы не портить воду в вашем собственном теле. Я сейчас покажу, как это работает. А третью банку вообще не пробуйте. Посмотрите, что получится. У вас примерно за неделю, за 10 дней, та вода, которую вы ругали, она протухнет, рис почернеет, как будто его сожгли. Та вода, которую вы хвалили, рис начнет бродить, и получится вино рисовое. Саке. А та вода, которая вообще не подходила, и там плесень вырастет. То есть просто от ваших мыслей меняется вода. Да, конечно, самая лучшая вода, это вода с полностью стертой информацией. Вода с полностью стертой информацией, это так называемая таллая вода. Всем, кому интересно, сейчас в интернете есть подробное описание, как приготовить таллую воду. Другой способ стереть информацию, это воду с кипятить. Кипятить надо не в пластмассовой посуде, а кипятить надо все-таки лучше всего в чугунных казанках, или чайниках чугунных, не в пластмассовой. То есть таким образом тоже стирается информация. Такая вода как бы лучше всего. Родниковая вода, это очень индивидуально, опять же, есть разные родники с разным составом. Если вы знаете, что родниковая вода, это очень хорошо, вам вкусно, вот, предположим, там, где я сейчас живу, там вода из скважины. У нее такой желтоватый осадок получается. Вот. Но я, ну, боже, как хорошо, это рожевая вода, без хлорки, прямо из земли, как замечательно, как вкусно. я прекрасно себя с этой водой чувствую. Что, ну, не откуда мне взять родниковую другую воду. Вот с этой водой все замечательно. А там, ну, люди, которые живут в Агресице, говорят, да ну, как-то ее пьешь, вот мы там возим из родника, и у них тоже все хорошо, все замечательно. То есть вода моментально, мгновенно рассчитывает вашу информацию. И как это влияет на тело? Сейчас покажу, потому что фактически мы же стакан с водой. Так, идите ко мне, сильные мужчины. Мы сейчас произведем такой эксперимент. Я вас попрошу, вы правшая, левша? Хорошо. Хорошо, значит. Правую пассиву. Я вас попрошу правую вот так вот, кисть в сторону, сжать ее в кулак, и очень сильно ее напрячь. Ну, сись, 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 сись. Очень сильно ее напрячь. Я попробую вашу руку опустить вниз. Двумя пальчиками. То есть это будет вот так. Так, встаньте на курицу, все равно я попробую двумя пальчиками опустить, а вы мне сопротивляетесь. Да? Расслабьте пока что. При этом, по вашему выбору, не говорите мне когда что, один раз мысли, говорите все-таки хорошие слова. Ну, не знаю, у вас есть дети, любимая женщина, вот обращайтесь к ним, говорите, что вы думаете. просто произносите слова такие, как здоровье, радость, мир, там, солнце, красота, надежда, благодарность. А второй раз? Пугайтесь. Просто не в шоке. Не в шоке. Не говорите мне, что когда. Хорошо? Оба раза сопротивляйтесь и скажите, когда вам было легче не сопротивляться. Хорошо? Начинаем. Начинаем? Окей. Расслабьтесь. Репопытно. 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 Так. Когда ничего? Первый раз очень хорошо. Второй раз на хуже немножко. Чего хуже? Когда ругались, когда хвалились. Ну, он хуже. То есть, второй раз, второй раз. Первый раз я сказал, что люблю, второй раз я назову его козой. Это очень интересная реакция, потому что, когда он говорил хорошие слова, это как бы его ослабило. А когда он говорил плохие слова, это как бы его усилило. Это очень интересный психологический феномен. Я же сам чувствую себя. А давайте теперь по-другому другому. Давайте вы будете... Не жена... Нет. Давайте вы уже не жена общается, мы с вами, скажу, родаты. А давайте вы будете один раз говорить солнце, цветы, спасибо, радость, подарок. А второй раз будете говорить злость, болезнь, война, несчастье, катастрофа, слабость. Окей? Хорошо. Давайте. Не говорите ни что там, да? Готовы? Да. Окей. Второй раз. Окей. Как были ощущения? Когда было легче сопротивляться? Легче сопротивляться, когда там, вспомнила Украину, в Украине. Ну, в Украине с вами. Ара-ра-ра-ра. На земле-то. Это было в первом разнице? Это в первом разнице? То есть, в первом разнице было легче сопротивляться, а в первый раз у них удивительное явление природы, которое вы поддержите изучение. То есть, на вас действует совершенно наоборот. Я даже знаю, почему. А я знаю, почему. Потому что, когда вы вспоминали что-то плохое, вас это автоматически возбуждало на уровне мужчины, с которыми приятно сражаться, желание быть сильным, побеждать или подтверждать звали я. Когда вы говорили всякие хорошие вещи, ну, это только на девчонок. Девчонки все слабые. Поэтому у вас это работало наоборот. То есть, сейчас работало подсознание, когда я говорю что-то доброе и хорошее, поэтому мужчины, ранние женщины, не умеют объясняться нам в любви. Потому что они считают, что только для девчонок. А когда еще мужчины таких хороших слов не говорят, потому что это расслабляет. Когда говорят, что это хорошее, считается, что это как-то слабость. А когда думая про что-то плохое, значит, я должен быть сильным и уверенным в себе. То есть, фактически, когда он говорил сам себе, я сильный и уверенный в себе, его рука была очень сильной. Когда он думал, да ну что-то я несу какой-то бред. Ну, что это важно. Вот его рука была слабой. Почему? Что такое сила и слабость мышцы? Сила и слабость мышцы – это структурированная или не структурированная вода. То есть, когда вода, когда молекулы воды соединяются и образуют симметричные структуры, сопротивление на сжатие такой воды больше. И рука становится сильнее, потому что мышцы становятся сильнее. Кровь в ней более упругая. А деструктурированная вода, соответственно, нас ослабляет. А теперь произойдет другой эксперимент. Я про себя, не вслух. Один раз буду его хвалить, один раз буду его ругать. Он не будет знать когда. Посмотрим, как его тело будет реагировать на мои слова. Мыслы этой. Я сказала, чего когда-либо буду делать, в чистоте, и, примерно. Давайте. Потягаемся. Окей, ослабляемся. Давайте. Посмотрим, как ему было сначала. Пусть он скажет, как ему было сначала. Нет, в первый раз я думал, что мы очень добрые. А второй раз я думал, что мы там пугаетесь. Что было? Сейчас на второй раз. Первый раз, да? Первый раз я его. Первый раз я его. Рука, вы видите, да? Я вообще села шипадок. А второй раз я его мысленно хвалила. На боро? Нет, да. Сейчас как раз вину заправить. Потому что когда вы боялись, я вас ругала. Ваша рука от страха ослабла. А я вас в это время... А я про вас хорошо подумал. Правильно, точнее меня усилили. Вы мне дали силу. А я вас силу забрала. Поэтому первый раз, когда я вас ругала. Вы про меня думали хорошо? У вас ругала. Тогда добро поражает. Добро всеми ослабляет. Спасибо большое. Вот так вода реагирует даже на наши мысли. Поэтому важно не что вы пьете, а что вы при этом думаете. Да? Мне вам помню, что гормональная система, да? Как чисто женские организмы, да? Чтобы продлить вот эту женскую жизнь гормональную. Окей. Это был очень хороший вопрос. То есть, вот, если вы спросите. Кому-нибудь бабушку лет 80, драмометр до памяти, из дороги, из далекой деревни. Как она пережила свою менопаузу? Она вам скажет, чего это? Так? Ну, так вот, было пару раз жарко. Ну так я в снегу вывалюсь и хорошо. А сейчас приливы. Ааа, ромондальная переступает. Ааа, менопауза, всё, конец жизни. Причём длится там годы. Десять лет у неё приливы. Почему это происходит? Откуда всё это взялось? На энергетическом уровне, когда у женщин заканчивается менструация, это означает, что в теле стало меньше энергии инь и больше энергии янь. Что такое энергия янь? Энергия янь, с одной стороны, это солнце, это тепло, это жарко, поэтому мы чувствуем бред. Это агрессия, это раздражение, это злость, это острая пища, это красная одежда. То есть все, что несет в себе разрушение, огонь, агрессия. Энергия янь, это все мягкое, белое и пушистое. Это все лунное. Это сладкий вкус, это соленый вкус, это серебристые, голубые, зеленоватые тона одежды, это покои, это равновесие, это любовь, это нежность, это внимательность. Это энергия, это прохлада, холод, это энергия инь. Соответственно, если в нашем организме становится больше энергии янь, просто потому что заканчивается менструация. Значит, для того, чтобы избежать внешних проявлений этой энергии янь, нам нужно, соответственно, что? Отдыхать. Не стрессовать. Не излиться, не раздражаться, потому что приливы как раз в это время и происходят. А мне говорят, а вот ночью, ночью особенно, я же ночью не излюсь, да ночью ты как раз излишься. Делать тебе нечем, ты легла в постель и начинаешь прокручивать в голове все, что у тебя произошло за день. Исключительно так. И пошел привив. Очень даже замечательно. Соответственно, для того, чтобы гармонизировать этот процесс, им, хорошо попить инские травки. Душицу хорошо попить, чабрец хорошо попить, это инские травки. Мати-мачеху хорошо попить. То есть все травки, вот тоже можно посмотреть в лунном календаре, есть лунная трава и солнечная трава. Вот все лунные травы хорошо попить в качестве чая. Очень хорошо изменить цвета одежды на более прохладные. Черный цвет, это цвет нейтральный, он не помогает и не мешает. Так что лучше, чтобы цвета были более светлые и более прохладные. Очень хорошо помогает, есть такое упражнение, называется солнечное дыхание и лунное дыхание. Так, запишите в интернете, тоже вводите в поисковик лунное дыхание. Значит, у нас есть две ноздри, одна ноздря солнечная, одна ноздря лунная. А что, поскольку я не практикую, все время путаю, по-моему, левая ноздря лунная, правая солнечная. Точно не помню, по-моему, там. И, соответственно, если пошел в прилив, затыкаем правую ноздрю, дышим левую ноздрю. Включаем длинный цикл, успокаиваем, снимаем прилив. И дышите, вдох, 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 через лунную ноздрю, выдох, через солнечную ноздрю. Кстати, даже почувствуйте, когда вы вдыхаете через эту ноздрю, она вам охладит. Если будете вдыхать через эту ноздрю, она будет что-то так согревать. Вот. То есть принцип очень простой. Почему бабушка в деревне не помнит про своими напалки? Она работала с утра до ночи, у нее распорядок дня, у нее никаких стрессов, у нее все стабильно. И она женщина, и мужа ее не очень интересовала. Да, менопауза, нет менопаузы, есть секс нормальный. И ей в голову не приходилось сказать, да ну пошел ты, наоборот, это был подарок, это была радость. Пришел мужик, сделал все, что надо, очень хорошо. С современными женщинами всего этого не происходит. К сожалению. И поэтому современные женщины страдают приливыми, домональными изменениями и прочей психосоматикой. Женщина может оставаться женщиной вне зависимости от наличия или отсутствия нейроненструации. И еще покой женщины. Так что, дорогие девушки, не бойтесь, жизнь только начинается. Потому что, ура, можно ей пользоваться контрацептивами. Когда все закончилось, наконец. Вот тогда уже можно жить. Еще вот по этому поводу, просто у нас доктора советуют, но если нет мужа в данный момент, если посмотрим постоянно, ну заведите себе кого-нибудь для здоровья. Можно кота завести, можно кота завести. Например, смотрите, значит, заведите себе кого-нибудь, заведете кого-нибудь, потом в тараканах в голове заведутся. Потому что секс без как право-то душевного контакта, он приводит потом женщину к тому, что она идет домой и начинает у себя в голове, ну, значит, их таракан. По поводу всего того, что там произошло. Если бы это был, да даже на древней гид, была бы та же Латвия, скажем, лет так 300 тому назад, когда праздновали Иван Купала, как положено, все голышом, лесом, все со всеми, потом рождаются очень здоровые, красивые дети. То есть, когда соитие мужчины и женщины осознается как космический акт, который не будет, не обязательно должен вести за собой какие-то последствия, он мне потом ничего не должен, он мне уже все дал, мне уже было хорошо, и я ему тоже ничего не должна. Все чудесно, подарили друг дружке радость, подарили друг дружке удовольствие, подарили друг дружке свет, и каждый пошел в свою сторону. Но, к сожалению, у женщины так не работает. Ну, не всегда работает. И есть этому даже физиологическое обоснование почему-то, потому что у женщины в момент оргазма, ее же оргазм совсем не такой, как у мужчины, у женщины оргазма от кончиков пальцев и до макушки, туда-сюда, туда-сюда, и в общем, очень долго, если это на самом деле оргазм. У меня здесь была одна, ей 70 с чем-то лет, и тут вот там, наконец, случилось у них с мужем, с которым она с 13 лет, случился у нее оргазм, она не поняла, что это, решила, что у нее нервы щемился, и прибежала ко мне в партики, все равно такое было, почему два раза подряд такое было, тут я аж свет увидела, что-то в зеркало. Ну, хорошо, 70 с чем-то. Вот. Так вот, у женщины во время оргазма вырабатываются эндорфины. Эндорфины – это наркотики, наши естественные природные наркотики. Это то, что нам помогает не испытывать боли при настоящих, правильных, естественных родах. Воспринимать это как оргазм. То есть вырабатываются эндорфины, вырабатываются наркотики, и, естественно, как любой наркоман, мы хотим еще дозу. И поэтому существует вот эта проблема. Пока я с ним еще не переспала, я параллельно могу морочить ему голову, он будет за мной ходить с высунутым языком и делать все, что я скажу. А когда я с ним переспала, я чувствую, что я сейчас должна за ним ходить вот таким вот образом, потому что я еще хочу, мне понравилось. И тут вот возникают очень большие психологические проблемы. Поэтому если у вас появился хороший любовник, будьте готовы к тому, что вам будет хотеться его больше, чем ему будет хотеться вас. Потому что там устроен мужской организм. Если мужчина не умеет управлять извержением спермы, если он не умеет останавливать, и каждый раз его оргазм сопровождается с семи извержением, мужчина в это время теряет огромное количество энергии. И в какой-то момент он захочет отдохнуть. Дорогие женщины, не старайтесь во что бы то ни стало делать все так, чтобы ваши мужчины заканчивали вместе с вами. Мужчина получает огромное удовольствие просто в виде наслаждения его женщины. Правда, мужчины? Гуссы покраснели, значит, правда? То есть у мужчин вообще все по-другому устроено. Им действительно безумно приятно видеть, чего они с нами могут делать. А если каждый раз это заканчивается семи извержением, то он в какой-то момент будет чувствовать себя, боже ты, как лимон. И сам не понимая, почему, будет искать предлоги, почему сегодня мы не увидимся. А у женщин как раз наоборот. Поэтому существует такой прекрасный автор в интернете зовут его Монтек Чия. Например, мы все слушали. Который объясняет мужчинам, как оставаться очень хорошими любовниками, при этом сохранять духовную и физическую связь с женщиной, сохранять свою энергию, свое здоровье, приносить радость и испытывать радость. Как? Монтек Чия. Есть его книги, есть его видео, есть его фильмы. Это в основном для мужчин, для женщин тоже. Но в основном это очень важно для мужчин. Я так вот вообще понимаю, что поскольку, поскольку в Латвии есть культура бани, люди не боятся своего тела. Женщины и мужчины не боятся обнаженного тела, не боятся обнаженного тела партнеров, потому что, предположим, в восточных странах, там как раз такого нет. Казалось бы, одежды на теле гораздо меньше, а страх обнаженного тела гораздо больше. Здесь, благодаря баням, люди гораздо более открыты. Поэтому сексуальный контакт для женщины может быть гораздо более приятным и удовлетворяющим, и полетным, потому что она вместо того, чтобы контролировать, как она там выглядит, она может просто отдаться и получать удовольствие. Вот, соответственно, если мужчина будет знать, как это делать правильно, тогда вот этого конфликта, что я хочу больше, чем он может мне дать, а он не понимает, почему он начинает приностраняться, что ему кажется, что я у него пила со своими когтями, таких конфликтов будет гораздо меньше. То есть это просто вопрос сексуального образования, сексуальной грамотности, которая, опять же, к сожалению, мало кто знает, мало где-то задается. Это, на самом деле, для этого должен быть отдельный большой семинар. Так, еще вопросы есть? Как там времени, чтобы нас не ругали, что я опять думал? А, уже петь. Ну, да, все, пожалуйста. А как определить, потому что клетки, я обращаюсь к клеткам, больше вдыхаешь или выдыхаешь. Ну, то есть, я втуда. То есть, ну, вот я только дышу, мне легко сделать вдох, но выдох, ну, тяжело дается, да, я, то есть, иногда не могу до конца выдохнуть. Да, потому что вы кучите, но обид. У нас обида души только. Она вот здесь комком и не дает выдохнуть. Совсем другая стоит, не клетка. Долгейская. Так что это тоже, это отдельная история, отдельная тема. Как по признакам, которые мы можем читать по нашему телу, мы можем понять, что происходит с нашей душой и, корректируя состояние нашего, нашей души, мы убираем мгновенно различные признаки в теле. очень много практик делалось, да, то есть, именно с семинаров, и везде, именно по отручению, прощению, все, и все равно почему-то уже, все равно я чувствую это. Смотрите. Ну, хорошо. У нас времени мало. Другое мало. Мало. Я вам объясню, в чем дело со всеми тем практиками. Мы большие сказочники. И мы очень любим, особенно, когда много духовных книг почитать, мы очень любим рассказывать себе сказки, потому что мы уже знаем, как много ядов. Это я не обижаю. Совершенно я, яблонизм. Мне на днях заболел зуб. Зубы болят от злости. Всегда. Да что ж так. У кого я не злилась, все хорошо, все чудесно, всех люблю, все прекрасные. Я, да я уже сто лет не злилась, все, все хорошо. А что ври? Ну, зуб-то в один. Я два дня искала, и кого я там разозлилась. Нашла-таки. Одно маленькое мгновение, когда там в 144-й раз человек, которому я объяснила, что вот в это время звони, а в это время не звони, в 144-й раз все равно позвонил в то время, когда не звони. И все равно упорно не находится в интернете в то время, о котором мы договаривались, когда он да, можем поговорить. Я знаю, что он вообще не соображает у него по времени, у него время как-то, и он живут отдельно. Есть такие люди, которые живут совершенно отдельно по времени, со временем это никак не делает. Я его очень люблю, он чудесный человек. Я его сразу же оправдала. Одной секунды вот этой злости и раздражения мне с моей очень мощной энергетикой хватило, чтобы создануть и по себе, и по нему. Чем больше духовных практик вы делаете, чем более высокий уровень сознания вы имеете, тем мощнее будет бить по вас даже мгновение обиды. То есть достаточно, потому что вы по природе человек чувствительный. Вам по природе очень важно, что про вас говорят, как вы выглядите, какая атмосфера, вам это очень важно, вы очень на это реагируете. Вы скажете, нет, нет, я не обидена, потому что он такой не обижается. Но внутри-то оно было. И если вы сразу же после вот этого, даже убеждая себя, что вы не обижались, если вы сразу же не сделаете практику, вас, конечно, будет душить. Та система, с которой я работаю, это очень короткие визуализации и аффирмации, которые работают веником. То есть вот на гаду, сразу подмел. И она так с вами работает. Моментально, в ту же секунду. Ну, давайте, самый-самый простой пример приведу. Не с обидами, а скажем, кто у нас тут с избыточным ничемством ответственности на своих плечах. Идите ко мне сюда. Я? Я, молодой человек. Вот. напряженно? Продолжение следует... напряженно? Вы видите какое-нибудь место на природе, которое вы любите, где много-много неба над головой, большие просторы. Теперь расскажите мне об этом месте, что вы там видите. Вы сейчас находитесь там, что вы видите? Ну, это возле моря. На берегу или на самом берегу? На берегу. Вас именно на этой выписке стоите, а на движении так, что вы делаете? Сижу на дереве, который... ну, от моря. Ага. Да, на гребне так. Ага. Есть облакарание? Нет. Небо чистое? Что? Есть волны? Маленькие. Вы чувствуете какой-то запах? Свежий, так. Хорошо. Попробуйте там, но вы там не сидите. А вы там стоите, прямо на берегу из-за воды под этим чистым небом и держите в двух руках две огромные связки воздушных шаров. Красивые, красивые, одноцветные, как у мультиков. И солнышко, как-то еще через день просвечивает, и поэтому белый песок, он разноцветный, тени одноцветные на песке у вас поднадают. Посмотрите на них. синие, зеленые, желтые, розовые, везде круглые, длинные сосиски. А есть еще такие непрозрачные с звездками. На них написано Happy birthday, с днем рождения. Поздравляем! А еще есть такие в форме сердца, тоже непрозрачные, большие, большие, красные, написанные вам. но больше всего таких вот прозрачных, кругленьких, длинненьких, всяких. Такие большущие связки. И такие большие, что они даже немножко тянут по муке. Посмотрите на них. На фоне неба, они как огромный макет цветов, как ферри. Они шуршают, трутся друг к дружкам, переговариваются. Посмотрите на них. Когда почувствуете внутри такое детское хулигарство, раскройте ладошки, ставите шариком, разлетевте в разные стороны. Когда спустите, проследите за ним. Каждый шарик рванулся, получался в свою сторону, со своей скоростью. Уже все небо полно разноцветных точечек. Это так красиво, как стаянно разноцветных птиц. У волшебника небо было пустым, а вы напомнили его праздником. Так хорошо, как будто вы тоже в даде там, где-то между шариками. Как сейчас. Чего-то так, но здесь помягче. Помягче? Можем быть так. Полегче? Смотрите, разница. Ага. Ага. Есть разница? Да. Тут и тут. Спасибо. И что-то из-за чего? Эти места у нас, это весь мир на моих плечах. Тут и вот тут. Я ответственен. Когда мы представляем вот эти шарики, для нашего организма, для нашего подсознания, это знак. Отпустите. Отпустил как? Отпустил. Отпустил? Отпустил, я видела. То есть, фактически, что мы сейчас делали? Мы сейчас убрали и все. Избыточный ответ. Естественно, что характер его от этого не меняется. И все равно, когда в следующий раз нам будет что-то делать, он должен будет это делать очень-очень хорошо, очень ответственно. Но если регулярно после такого стресса, а в порядке ли я, все ли я хорошо сделала, человек будет делать такую инфуализацию, то постепенно и реакция будет совсем другая. То есть, человек стоит, не то, что он стоит меньше от себя требовать, он просто перестанет стрессовать в этом поле. Как вы говорили, мне глаза моргали чуть-чуть, ну, как бы, чаще, не знаю, из-за того, как... А потому что энергия потекла по-другому. Потому что напряженные мышцы скорее расслабляются. То есть, вот принцип вот этой техники, с которой я работаю, это вот такие короткие визуализации или аффирмации, которые человек может сделать сам себе, когда он поймал себя на раздражение, на обиде, на зависти, на ревность и так далее. Там целый набор, там, сколько их, там, 15-16 аффирмаций вот такие. Тоже на семинарах любишься вот это. Как с этим работать, какие-то таблицы, файлы. Вот. Еще вопросы есть? Или нам уже нужно очистить помещение? Где там ее? Так. А, вот я пишу о зрении. Зрение – это очень обширная тема на самом деле. Очень-очень обширная. То есть, смотря что, часто на физическом уровне у маленьких деток зрение повреждается просто из-за смещения атлантного позвонка. Часто в более зрелом возрасте зрение ухудшается, потому что глаза мои на это не смотрели. Ко мне пришел мальчик, 10 лет, папа его привел, вдруг резко упало зрение. После чего резко упало зрение, он посмотрел фильм «Земляне». Знаете такой фильм? Да. Он посмотрел фильм «Земляне» и он вдруг осознал, сколько злости, ненависти и вообще неправоты на земном шаре. А поскольку мальчик очень чувствительный, скол, я не могу всего этого видеть, сказал мальчик, когда пришла я с вами спросила «Чего ты не можешь видеть в этой жизни? Я не могу видеть злость и насилие». Ну, по-моему, зрение «Носильная работа и зрение остановилось». А в более взрослом возрасте вот человек, опять же, он эволюционно был по природе своей. Он никогда не жил, ну, за исключением последних трехсот лет, он не жил в таких вот бетонных муроменях. Он жил на природе и пас себе там скот и искал там себе где-то вдалеке пропитание и будущую супругу ленину, там, загородил. То есть, наш глаз, там же мышцы внутри, которые держат хрусталь, наш глаз построен на то, чтобы мышцы постоянно, активно работали, чтобы мы смотрели далеко. то есть, человек в природе, у него было два, у него глаза было два положения. Либо ему нужно было что-то здесь рассматривать, он там себе собирал ямотки, какие-то корешочки, цветочки или что-то делал, значит, можно было смотреть близко. Либо ему нужно было смотреть туда, куда-то далеко, все и там в порядке, ничего и там не случилось. Соответственно, много раз один глаз делал и поэтому зрение сохранялось нормально. Сейчас в современных условиях человек живет в среде, где самое дальнее, куда мы смотрим, 3-4 метра. Соответственно, вот этого движения просто нет. У нас все время вот здесь глаза. И мышцы, находясь только в таком состоянии, начинают уставать и начинают расфокусироваться. поэтому возникает надзоркость. То есть мы перестаем видеть то, что здесь. Глаз хочет смотреть далеко, а вблизи перестают видеть мышцы устали. Они так долго были вот так напряжены и не меняли своего положения, что они устали. Психологическая причина этого, тоже один мальчик 9-летний хорошо сказал, он мне рассказывал, как он вырастет, а будет мир менять. Я ему говорю, ты не забудь вот это все, что ты сейчас говоришь, когда вырастешь. Ну как можно, это же очевидно. А вот взрослые не хотят этого всего видеть. А так я понял, почему у них зрение портится, они не хотят видеть реальность. То есть это психологическая причина, почему зрение падает. Соответственно, если мы не хотим ходить в очках в живом возрасте или ждать с очками, пиу, 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 пиу. Нужно ходить на море, смотреть далеко, искать там птичек где-то вдалеке. А если уже все плохо, то есть хорошее упражнение называется пальминг. Я слышала, что у вас в Риге есть хороший мастер, не помню сейчас, какой замут, который ведет эти упражнения по улучшению зрения. В частности, можете посмотреть в интернете пальминг. Пальминг. Такого пальма, ладонь по-английски. Пишите по-русски пальминг, давай по-английски пальминг. Это хорошая техника. Тоже хорошая техника по-островению зрения дает Норбеков. Мирзакарин Норбеков опыт дурака или путь к прозрению, но он в основном дает технику для лечения безорукости. Безорукость это когда я вдалеке не вижу, а вблизи ниже. Норбеков опыт дурака или путь к прозрению. Но в принципе опять же если это близорукость врожденная, значит нужно с агласом работать сначала, а потом тренировать зрение и параллельно работать с психологией, чтобы не бояться видеть реальность. А если это дальнозоркость, значит нужно глазки тренировать и опять же не бояться видеть реальность. Не забывать на нее глаза. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, организм сам синтезирует витамины или они все-таки необходимы организму в пищевые этапах или лучше гипетинга? Вы знаете, это на самом деле очень хороший вопрос. Вам ответить как принято или как не принято? Как есть. И так и так есть. Вот и все дело. Посмотрите, если я сейчас буду парить.